Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Шольц исправил ошибку предыдущего руководства Германии и избавился от российского газа. Немецкий канцлер Олф Шольц, выступая 22 ноября в Берлине на экономическом форуме, в очередной раз заявил, что предыдущее руководство совершило серьезную ошибку, попав в энергетическую зависимость от российского газа. Шольц пообещал представителям немецкой бизнес-элиты, что Германия больше не допустит роковой ошибки, за которую пришлось дорого заплатить. Едва ли эти слова обрадовали немецкий бизнес, который заинтересован в сокращении производственных затрат и повышении рентабельности. Собственно говоря, на российские энергоносители немецкий бизнес плотно подсел еще 40 лет назад. Именно доступные российские ресурсы обеспечили немецкой экономике конкурентные преимущества, от которых правительство Шольца в защитные месяцы умудрилось избавиться. Любопытно, что Олаф Шольц недавно признался, что продолжает советоваться со своим предшественником Ангелом Меркель, с которым он согласен по большинству вопросов, за исключением вопросов энергетики. При Ангеле Меркель немецкая промышленность активно развивалась, и страна имела рекордный торговый профицит. В свою очередь при Шольце Германия впервые за долгое время начала торговать в минус, что подрывает базис, на котором держалась Германия все последние годы. Этот базис стоял на том, что стоимость экспортируемых немецких товаров превышала стоимость импортируемых ресурсов. До российской спецоперации это условие постоянно выполнялось. Летом вместо плюса Германия начала торговать с остальным миром в минус. Произошло это после выхода из троих газопровода «Северный поток». По признанию самого Шольца, избавление от российской газовой зависимости уже обошлось немецкой казне в 200 млрд евро. Указанная сумма образовалась ввиду того, что немецким энергетическим компаниям пришлось переплачивать покупать другой газ взамен российского. В действительности это лишь показывает, какие выгоды получала одна только немецкая экономика от получения российских ресурсов. Если бы между Россией и Германией не существовало бы магистральной газовой инфраструктуры, то немецкая промышленность загнулась бы гораздо раньше, поскольку ей пришлось бы платить заметно более высокую цену за получение энергии сырья. Теперь, когда Германия почти полностью избавилась от российской газовой зависимости, она угодила в американскую газовую зависимость, которая причинит колоссальный ущерб немецкой промышленности.